пойдем дальше видите дальше пробел вот этот пробел заполнит а статье тимофеева приносит при посадке сальций ничего вроде добавляем после дальше это уже запомнили она вторая на третье надо кормить дерево что делать весной и летом осенью значит я уже последние 20 лет сад не кормлю я не вижу что он каждый год плодоносит но если брать сумме то это рекордный урожай ну допустим один год три вида а другой вот 40 вида 40 плюс 3 пополам получается 20 и все это без подкормки я призываю подкормку только скошенная трава вот перегной но как можно дальше от штаба и как можно ближе к кончикам веток вот весь ответ пожалуйста подкармливайте но ничего не вы представляете мне убивают вот эти я опять разговариваю крупнейший специалист говорит один два таких было берем по периметру ну это получается метра два отступаем от самого стамба роем канаву глубиной там наштык на полтора лопаты заливаем водой закапываем я схватился за голову думаю это кто из нас сошел с ума другой нет другой уже казалось бы ближе к телу героем два-три метра по периметру крону взрослый дерево 2 метра роется канал опять глубокая такая что туда может даже этот пехотинец с пулеметом залечь типа как-то типа копа вот забивается все это удобрением и закопается а я говорю ребят вы чем природе видели такого нет я бы кто-то копает может быть там бог посылает архангела вализа за лесными участками за за тайгу ухаживать нет тогда вы просто берете сыпите сверху все сыпется сверху значит как минимум косится и останется на месте . самое главное не убирать никуда тру и так три четыре раза за это наше время имея бензокосу это без проблем все и как минимум вы уже обеспечены как минимум обеспечены деревья пищей потому что вся листва остается на месте и даже бывает в плюсе иначе по мне обзору уже деревья были бы пустые и больные нет вот такой слой листвой вот так и примерно ответил так что насчет подкормки а ну естественно повесив подкармливаете как я говорю типа мульчирование только весной и не дай бог что после вот этого когда вы на сыпите кругом перегноя или опавшие листвы допустим да не надо и со стороны очень не надо просто или допустим это же трава которая передела не надо чтобы вот тут получалось вот эти яма уже поневоле что по краям сыпь его вновь получается здесь чаш нет вот эти сделать так что если садили вот так и даже когда бульсируете все равно пусть пологие более холодно он остается вот и все так так что на 2 3 все же год подкармливаете но только все сверху тогда перекорма не будет так еще раз повторите как правильно поступать при стволе у круга пусть трава растет я не косить или получше нет не полоть если трава большая будет вокруг дерева на зиму выше дней еще как появится на сидел в том что я показывал фотографию значит у меня есть толковый помощник вот он я это так не могу он косит так чтобы не было даже не по себе вроде бы дёрн а и дёрна нет то есть практически черная земля во первых я это сквозь зубы принимаю потому что я после того случая когда мне совместно вот я боюсь что даже если бы такая трава до сухая вдруг пройдет пал через сад я потерял уникальный деревьев а он косит так что остается чуть ли не черная земля вот прямо смысле я вынужден это терпеть хотя я знаю что лучше бы оставалось что такая это не могу отрицать что кто-то бросит сигарету что стоит придет пал вот таким образом я выкручиваю что есть фактически косили дёрн без сухой травы да то есть сама сама почва остается не тронута ни одной ранки ни одной ямки никаких этих дурацких этих окопов вокруг но трава выкашиваются почти полностью и остается тоже она только любая это показать бензокоса так хорошо перед переходят как густая трава жирная а после косой пройдешь она так и измельчает она уже опасности не представляет именно как пожар как как горючее так идем дальше а значит мышей значит смотрите мышей надо выживать оттуда кошки плюс ядохимиканты вот их надо выживать первые пять шесть лет я читал до пяти лет но у меня как-то сожрали когда было резко в общем по это самое место и выше сожрали даже семилетние абрикосы даже семилетние потом да вот какие они сейчас вот взрослый сада и мыши не страшны а вот первый год второй тридцать четвертый даже могли пятый шестой значит они опасны тут надо принимать против них все меры вот и никуда от этого здесь то раз мы не перекапываем почву значит мыши будут вот что еще могу сказать ничего значит мыши это беда с которым надо бороться так еще раз стади михаил привет я всегда вашей теплотой к вам отношусь так елена тимофеева цветы землюминику можно садить нет я покажу вам десятки фотографий где престольные круги превратили клумбу это страшная ошибка это страшное испытание для деревьев вот это изувеченные и искалеченные порезанные черви это отсутствие муравейников потому что если вы садите цветы землянику значит у вас получается овощная грядка цветочная грядка земляника это нас овощная грядка фактически овощная потому что пропалывать надо вот вы калечите престольный круг вы уменьшаете где-то морозостойкость престольных кругов как именно как теплозащиту вы уменьшаете морозостойкость дерева и здоровье дерево потому что она перестает снабжаться сервиями исчезают аэрация вентиляция канализация которая должна быть потому что корни должны жить своей среде корни должны жить своей среде а когда получается вот так вот захотели сделать грядку захотели клубничку и вы все это выпало ли вы уничтожили плодородие почвы вот идем дальше что можно сделать с кучками черный абрикоса был первый рожай плодов ну-ка я не совсем понял был первый рожай плодов а у меня спросили было много а потом пришли много вырожай черный абрикоса всегда маленький или средний о какие капризы я до сих пор не могу понять садился сервис садился среди абрикосов садился и слив мало 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 есть еще может быть какая-то генетическая особенность не хочет вступать половые связи и потому что может быть это же наполовину тёрт вам это надо было бы тёрт посадить рядом но мне не до этого через то есть поэтому я отвечаю практически разложу руками настоящего успеха черный абрикоса я не достиг так что пишет еще дорога что можно на них приводить дело душа есть черный абрикос то лучше вообще не приводить знаете как сказать и помните за выражение использовать использовать например микроскоп дорогая как молоток можно же можно далее 8 можно забить микроскоп вот такой же принципе здесь он сам по себе представляет огромную ценность пусть растет найдите начать другое на чем привезти ну что закончили нет время то вышло кто не знаю виноват что мы до сих пор не находили вы правильно все вы виноваты потому что мы с вами элита мы ребята элита больше такого кружка не в россии и во всем мире нет я вам столько примеров привел сколько дерьма понавешивали если все собрать ужас именно дерьма по-другому не скажет ну а мы что я смотрю никто пока не пишет давайте просятся потом кто-то останется будет двадцать тридцать вот переписка продолжится я больше да не вернусь вот это мой предел вот сегодня мы узнали что существует мировое открытие парочка которая говорил что нобелевская племя плачет по российским гражданам не обязательно ученым я не будет никогда вот эти ученых селекцию не провели теперь это дело в будущих поколений может быть ваших детей горько конечно а я как сказал когда будет у меня сейчас грустная мысль я чувствую что немного осталось может несколько лет да ладно в лучшем случае но на моей лице будет эпитапию знаете какая на моем памяти как у того волка тела славная была охота вот тут я и закончу этот разговор не пишет все ладно давайте пока все все мир пишет не дали вы мне концовку испортили а я ж не могу так я никогда с поля боя не убегаю все подойдем сегодня был особый день его узнали продвину рожки примет так между прочим часу минуты господи самое главное было не усложнять упростить вот и все все великие открытия столько простые а доброго здоровья спасибо наталья но теперь оси со совестью отключаюсь я вы до свидания вы не забудьте что это надо еще подкормить мне девочку который фильмы делает по 200 рублей вы прислали 500 рублей 200 200 100 а я уже вышел тысячу 500 рублей за вами это я не спать от рукой это за знание кто считает что он получил знание тут пусть это девочки студентки 200 рублей вместо меня заплатить